Всем привет, с вами Андрей, нашу Атропиксу также. У нас до Ильянт-15 были такие вот способности, вот такой вот инвентарь. На данный момент мы остались на том, что мы подошли к боссу. У нас тенгу, что могу сказать по тенгу, но не самый сильный босс. Есть, конечно, и посильнее боссы, но факт в том, что это достаточно противный босс, то есть у него геморроя много будет давать, поэтому такой, один из, я бы сказал, мерзких боссов. Поэтому стоит подлечиться, восстановить свое здоровье по-максимуму. Насколько это возможно будет. У нас присутствуют дротики, вот варианты можно попробовать, что-то там. Единственное, как я думаю, это единый стебель. Вроде мне он зачаровать, а мы посмотрим, что это. Телепортирующий дротик, ну, честно говоря, сомнительное решение. Ну, по сути, это дротик можно так проебать. Вот так у нас получается, он кидает на вас, собственно, огонь. Значит, надо все, что может гореть, выложить. Ну, собственно, как говорится. Вот. Заходим на локацию к боссу, кидаем зубикварик, чтобы постоять. Видим тенгу, начинаем его раздомаживать. Понимаем, что мы на него просто не достаем. Начинаем в него швыряться, метательным оружием. Возьмите внимание, он смотрит куда. Не зараза. У нас есть пивы, по которым мы его грузим. Все. Ну, мы до сих пор не достаем, обратите внимание, что в данный стекло будет как-то отлично достать. Теперь мы достаем. Мы перешли на следующий этап. В следующем этапе очень важно очень быстро все сделать, потому что если вы не успеете, вам скорее всего будет очень больно. отлично. Попытаемся восстановить между этапами немножко себе хп. Всего 4 единицы на мандале. Собственно, следующий этап. Включаем огонь. Обратите внимание, мы его не продамаживаем до сих пор. и начинаем гореть. У нас хп падает, но у него горение зависит на нем. На два хода у него три хп осталось. Я думаю, тенгу догорит. В любом случае нам нужно просто походить. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Всем пока.